Итак, как же работать с CM-системой? До такого отвода мы подошли к тому, что все-таки мало купить саму CM-систему, мало ее внедрить, и нужно еще и грамотно управлять. По большому счету, работать с CM-системой сможет один специалист, но, честно говоря, я не знаю, как долго его хватит, но работать под такой нагрузкой. Для того, чтобы эффективно использовать хотя бы 50% возможностей CM-системы, требуется несколько специалистов, то есть целая команда. В данном слайде представлен типовый ролик, то есть администратор. Данный специалист с этой ролью, он осуществляет, как уже, наверное, догадались, поддержание работоспособности основных компонентов CM-системы, настройка, управление, восстановление при необходимости. Авторы разрабатывали сценария использования CM-системы, так называемые кейсы. Оператор, это, собственно, специалист, который все время сидит перед монитором, осуществляет мониторинг событий, которые происходят в этой инфраструктуре в режиме реального времени. И, собственно, это первый человек, который реагирует на инциденты возникающие. То есть он должен инициировать активность, которая приведет к устранению, объяснению, либо будущем предотвлечении инцидентов. Ну, а также аналитики. Аналитики занимаются непосредственно расследованием сложных инцидентов, где требуется длительное время, то же самое ретроспективный анализ. Если вернуться на предыдущие слайды, для этого можно взять серверовое время на расследование. Но это все, опять же, примерные роли. И количество специалистов и ролей зависит от типа CM-системы и ее архитектуры. Некоторые роли могут быть совмещены, например, аналитики операторов. Потому что критичные и масштабные инциденты, по-хорошему, в организациях крупных, в которых информационная безопасность на высоком уровне, они не так часто происходят. КОНЕЦ КОНЕЦ